И продолжаем тему. Натаньяу, как мы уже отметили, завершил довольно успешный визит в США. Довольно успешным он стал, кстати, и на фоне украинских событий. Смотрите материал, подготовленный нашей редакцией. С этим визитом премьер-министра Израиля в США были связаны определенные ожидания. Вот сейчас президент Обама, засучив рукава, начнет лично обрабатывать строптивого израильского лидера. Но в эти дни американцам неожиданно пришлось заняться другими, не терпящими отлагательства проблемами. В итоге встреча в Белом доме сюрпризов не принесла. С одной стороны, никакой теплоты в отношениях между двумя лидерами. С другой, никаких признаков кризиса в этих самых отношениях. Барак Обама был сдержан и доброжелателен. Бенемин Нетаньягу подчеркнуто предупредителен. Президент США призвал Израиль к продолжению переговоров с палестинцами. Премьер-министр Израиля попытался доступно объяснить, что требуется для успешного завершения этих переговоров. Палестинцы ожидают, что мы признаем их право на создание собственного национального государства. Но пришло время для того, чтобы и они признали право на существование национального еврейского государства. В ответ Барак Обама заявил, что он по-прежнему верит в возможность создания двух государств для двух народов. По сути дела, этот вариант отвергают палестинцы, отказываясь признать Израиль государством еврейского народа. Но об этом президент США ничего не сказал. Он вновь призвал участников переговоров к компромиссу. Это все еще возможно. Создать два государства. Еврейское государство Израиль и государство Палестина. Две эти страны могут мирно соседствовать друг с другом. Но достичь этого непросто. И необходим компромисс. Я хочу поблагодарить вас, господин премьер-министр, за серьезный подход к мирным переговорам. На возможность введения санкций в отношении Израиля Обама даже не намекал. На повестке дня сейчас санкции против России. Нитаньягу напомнил президенту, что Израиль не только словами, но и делами доказал приверженность миру. При этом премьер-министр поставил в заслугу еврейскому государству те шаги, против которых он сам в свое время категорически возражал. Мы ослабили наше присутствие в Иудее и Самарии. Мы полностью ушли из сектора газа. Мы не только замораживали строительство в поселениях. Мы их ликвидировали. Мы освободили сотни террористов, в том числе несколько десятков в последние месяцы. И что мы получили взамен? Теракты, тысячи ракет и непрекращающееся подстрекательство против Израиля со стороны палестинцев. Израиль свою часть обязательств уже выполнил. Очередь за палестинцами. Разумеется, переговоры не обошлись без обсуждения иранской проблемы. И здесь никаких сюрпризов не произошло. Обама заявил, что Америка не допустит создания ядерной бомбы в Иране. Нетаньягу отметил, что если эта цель будет достигнута дипломатическим путем, ни одно государство не будет так радо этому, как Израиль. В том же духе премьер-министр высказался и на состоявшейся на следующий день конференции произраильского лобби Айпак. Правда, здесь речь Бенемина Нетаньягу была пространнее и аплодисментов было побольше. Поездка в США оказалась проще, чем могла бы быть. Продолжение следует...